Спасибо большое. Мы начинаем вебинар, посвященный организации дистанционного обучения на примере УМК Solutions 3-е издание. Разрешите представиться. Меня зовут Бородулина Оксана Александровна. Я являюсь старшим методистом образовательной компании Reload, учителем английского языка, экспертом по онлайн-обучению. И сегодня на вебинаре мы поговорим с вами о УМК Solutions 3-е издание. Это, конечно, несомненный бестселлер среди учебников для средней и старшей школы этого издательства. Не только в России, но во всем мире. И уже само то, что этот учебник переиздался на 3-м издании, говорит само за себя. Мы поговорим о многих проблемах, связанных с работой по этому учебнику, и сделаем акцент именно на его электронных онлайн-ресурсах, и поговорим о том, как организовать дистанционную работу по этому УМК, либо работу с применением онлайн-технологий. Сегодняшний вебинар будет длиться в течение часа. Если у вас будут возникать вопросы, с удовольствием на них отвечу. Пишите в чате или в вкладке «Вопросы». После окончания вебинара в течение трех рабочих дней к вам на почту, которую вы указали при регистрации, придет письмо с ссылкой на запись вебинара, а также с возможностью скачивания электронного сертификата за посещение сегодняшнего вебинара. Говоря об учебнике Solutions 3 издания, очень много коллег по нему работает, очень много различных мнений, но мы выделили четыре акцента, которые вызывают наибольшие вопросы. Это как правильно выбрать компоненты УМК для студента и преподавателя, как правильно работать с электронными онлайн-ресурсами в различных видах работы, как планировать работу, составлять план урока, программу образовательную, насколько академических часов использовать УМК, и можно ли подготовить к формату любого экзамена, будь то кембриджский экзамен, либо государственной итоговой аттестации используя учебник Solutions. И делая акцент на втором пункте, мы все равно сегодня с вами поговорим о трех остальных сложностях, проблемах. Итак, девиз, слоган третьего издания данного учебника, Leading the way to success, я не устаю напоминать и первый слоган-девиз первого издания Solutions. Solutions is the best solution for you. И, конечно, я обеими руками за, потому что я очень давно не только знаю, но и работаю по этому УМК. Начинала как раз с первого издания, и переиздания учебника происходили по принципу опроса преподавателей, работающих по нему, где каждому из участвующих в опросе задавались вопросы, что нравится, чего не хватает, что хотели бы улучшить, изменить. И уже именно в соответствии с запросами преподавателей практиков именно изменения и вносились в данные УМК. И Solutions третье издание по сравнению с Solutions Second Edition заявлено как 100% переработанный учебник. Итак, Solutions, пятиуровневый курс для учеников средней школы, в соответствии с уровнями по шкале CFA, по международной европейской шкале определения уровня, это с Elementary до Advanced, предназначен для учеников с 12 до 18 лет, и среднее количество часов на уровень от 90 до 120 часов, и в итоге это минимум 3 академических часа в неделю, от 3 и до 6 часов в неделю. Это минимальное количество академических часов. Говоря об уровне сложности каждого уровня Solutions, я хочу сказать, что в соответствии с названием уровня и шкалой, CEFA уровень представлен чуть выше. Таким образом, Elementary – это полноценный А2, Pre-Intermediate – это серединка B1, Intermediate – серединка B2, Upper Intermediate – это B1+, и уровень Advanced мы называем Optional Level, дополнительный уровень, то есть программа которого уже выходит за рамки обучения в средней школе и предлагает с собой полностью законченный уровень C1. Для кого же тогда уровень Advanced? Это для тех учеников, кто нацелен на академический успех, тех, кто принимает участие или готовится к Олимпиадам, те, которые хотят и могут. И существуют прецеденты, когда уровень Advanced уже использовался и в 10, и в 11 классе, то есть все зависит от уровня группы. Говоря о компонентах УМК для учеников, хочу отметить, что издательство предлагает на выбор печатные и электронные учебники. Так вот, отвечая на вопрос, нужно ли ученикам приобретать электронные учебники, если у них уже есть печатные, конечно, нет. Потому что что такое электронный учебник и бук? Это электронная версия учебника, либо рабочей тетради. Таким образом, в печатной версии существует просто учебник, либо учебник с карточкой доступа к онлайн-практике, печатная рабочая тетрадка и вариант электронного учебника и электронной рабочей тетради. Что же делать, если вы хотите использовать онлайн-практику, но уже ваши студенты закупили учебники без карточек с кодом доступа? В таком случае онлайн-практику можно приобрести отдельно. Это будет, конечно, несколько дороже. И таким образом, отвечая на вопрос о компонентах УМК для студентов, мой выбор это Student Book with Online Practice Pack в печатном виде и Workbook в печатном виде. Рабочая тетрадка, она содержит огромное количество заданий по аудированию. Диски уже не сопровождают ни учебник, ни рабочую тетрадь, но для учеников есть дополнительный ресурс, на котором мы можем найти все аудирование для рабочей тетради. Это студенческий веб-сайт. Мы о нем более подробно поговорим чуть позже. И я расскажу, что же на нем конкретно находится. Переходя к компонентам УМК для учителя, хочу сразу обратить ваше внимание, что на этом слайде вы не видите традиционных учебника и рабочей тетради. Почему? Потому что мы говорим сегодня о современных онлайн и цифровых ресурсах. И таким образом мы предлагаем для работы учителя, для работы учителя в любом формате, будь то оффлайн обучение, смешанное обучение, обучение в дистанционном онлайн формате, мы предлагаем к использованию замечательный цифровой ресурс, который называется Classroom Presentation Tool. И, коллеги, мы сейчас живем в особое время, когда электронные ресурсы, они, конечно, стоят в приоритете для преподавателя. И вопрос, а что делать потом, когда мы полностью вернемся на оффлайн формат, зачем мне этот ресурс? Мой ответ следующий. Как преподаватель, я сама уже около двух лет не держу учебники в печатном виде в руках, а полностью пользуюсь форматом CPT Classroom Presentation Tool, который представляет из себя полноценный учебник и рабочую тетрадь со встроенными инструментами в виде аудио, видео, интерактивными упражнениями и много-много другое. И я вам сегодня это покажу и научу этим пользоваться. Итак, первый обязательный компонент для преподавателя – это Classroom Presentation Tool, CPT – ресурс для проведения урока. Второй, конечно, обязательный компонент – это книга для учителя. И книга для учителя сопровождается ресурсным диском с дополнительными материалами. Что делать, если отсутствует дисковод в компьютере, ну и вообще сейчас диски, они уже неактуальны, потеряли свою актуальность. Для этого у нас есть бесплатная возможность легально скачать и книгу для учителя, и все материалы ресурсного диска на учительском сайте. Дождитесь, пожалуйста, ссылки. Мы пришлем вам ссылку, я покажу, что находится на учительском сайте, и вы сможете затем это все для себя бесплатно и легально скачать. Вообще, говоря о книге для учителя, любой методист вам, конечно, подтвердит, что использование книги для учителя является обязательным элементом подготовки урока. Не только потому, что книга для учителя содержит знакомство с методологией курса, но и то, что в ней находятся все подробнейшие поурочные инструкции для проведения урока, советы, рекомендации, банк дополнительных заданий, банк игр, экстра-активитиз и много-много всего. Так вот, на сайте для учителя вы сможете скачать книгу для учителя в двух вариантах. Это может быть полная книга для учителя, а может быть книга для учителя в сокращенной версии. Поэтому посмотрите, пожалуйста, потом более подробно и для себя примите решение. И третий обязательный компонент для работы с УМК Solutions, это Solutions for Tests. Тесты скачать бесплатные не получится. Тесты платные. Их можно приобрести на сайте нашего интернет-магазина, опять же, в виде кода, который вы затем загрузите на определенном сайте. Тесты очень недорогие, в пределах 50-60 рублей. Тестов очень много. На каждый раздел три вида тестов. Short Tests, Progress Tests, Checks в двух вариантах. Вариант Student A, вариант Student B. Кроме этого, есть еще End of Year Tests и полусемистровые тесты. То есть тестов много. Не забывайте, пожалуйста, что они существуют. Ну и возвращаясь к вопросу дисков, диски, мы сейчас уже не актуально нам это использование, мы их заменили ресурсом, который находится на Classroom Presentation Tool. И переходя к электронным ресурсам, хочу сказать, что в издательстве Oxford University Press есть отдельная платформа, на которой работают все наши электронные учебники. Как же попасть на эту платформу? Для этого нужно использовать свой Oxford ID. Коллеги, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате. Если у вас есть Oxford ID, если вы уже когда-либо заходили на учительские сайты, на платформу электронных учебников, и поставьте минус, если нет, у вас нет Oxford ID, вы никогда его не получали и не пользовались учительскими ресурсами. Спасибо большое. Сегодня очень приятно наблюдать, что у присутствующих коллег Oxford ID есть. Надеюсь, что если вы уже его имеете, то вы ранее заходили на платформу электронных учебников Oxford Learners Bookshelf. Сейчас тогда я пару слов скажу про эту платформу. Я очень жду ссылку в чат, как попасть на эту платформу. Итак, Oxford Learners Bookshelf, платформа электронных учебников. И обратите внимание, что мы можем ею пользоваться как в режиме онлайн, так и в режиме оффлайн. Что нужно сделать, чтобы использовать платформу Oxford Learners Bookshelf в режиме оффлайн. Для этого, зайдя на Oxford Learners Bookshelf, вам нужно нажать на кнопочку и скачать данное приложение себе на компьютер. В режиме онлайн вы скачиваете. Все существующие в вашем личном кабинете ресурсы также скачиваются и устанавливаются в приложении на компьютере. И в тот момент, когда у вас, допустим, не будет интернета, либо возникнут какие-то проблемы, вы всегда без интернета сможете туда зайти и воспользоваться всеми этими ресурсами. Для того, чтобы зайти на Oxford Learners Bookshelf с любого компьютера или планшета, вам нужно зарегистрироваться в Oxford Education Club, зайти в личный кабинет, использовать для просмотра, для первой работы существующие 4 сэмпл-версии учебников издательства Oxford и при положительном принятии решения приобрести код к электронному ресурсу опять же в нашем интернет-магазине shop.reloat.ru и добавить этот код в свой электронный, в свой личный кабинет. Вот так вот у нас выглядит платформа Oxford Learners Bookshelf. Давайте я расскажу еще раз, как туда попадать. Ссылочку вам в сайте прислали. OxfordLawnessBookshelf.com две кнопочки. Кнопочка регистрации, вы на нее нажимаете только если у вас нет Oxford ID. Если у вас есть Oxford ID, вы заходите в свой личный кабинет, нажатием кнопки Sign In, вводите свой User's Name в виде электронного адреса и пароль, который вы придумали при регистрации, и заходите в свой электронный личный кабинет, в котором содержатся все те электронные учебники, которые вы когда-либо приобрели, либо получили бесплатно. Так получить бесплатно, я обязательно об этом расскажу чуть более подробно попозже. И вот так выглядит мой кабинет, где, посмотрите, буквально каждая книжка, это не e-book, это CPT Classroom Presentation Tool, который позволяет проводить эффективные уроки с использованием электронных ресурсов в дистанционном режиме. Но, естественно, вы, впервые зайдя в свой личный кабинет, такой красоты не увидите, да, потому что вас будет ждать всего лишь 4 сэмпл-версии электронных учебников и сэмпл-версии отличаются от полной учебника электронного тем, что они содержат всего лишь один раздел учебника, один юнит учебника. Немножко не туда нажала, сейчас немножечко подождем с вами. И я покажу, как будет выглядеть ваша версия электронной платформы Oxford Lones Bookshelf. Вот так вот будет выглядеть ваш личный кабинет. Это 5 окошек, 4 сэмпл-версии и окошко Adbooks, куда вы затем сможете вставить код, который вы купите в интернет-магазине shop.relot.ru. Нажатием на кнопочку Ad, книжечка мгновенно появляется в вашем личном кабинете. А я хочу показать, как же выглядят электронные ресурсы. И давайте мы посмотрим с вами на примере Solutions Intermediate, один из самых популярных уровней OMK Solutions. Как правило, это Pre-Intermediate и Intermediate, самые запрашиваемые уровни. И мы с вами сейчас смотрим CPT Classroom Presentation Tool для проведения онлайн-урока, для проведения дистанционного урока или урока с использованием смешанных технологий, то есть в режиме офлайн и онлайн. Вы видите вверху шкалу которые помогают преподавателю проводить онлайн-урок. А я сейчас нажала на кнопку Page View и выбрала двустраничный показ. Но почему я это сделала? Потому что первый урок каждого раздела он представляет собой две страницы, то есть двойные страницы для одного урока. Либо мы можем листать через стрелочку и перелистывать странички, что является, конечно, очень удобным форматом. И, кроме того, естественно, чтобы видно было хорошо, у нас есть функция Zoom, которая позволяет многократно выделять необходимый нам фрагмент урока, чтобы, если вы проектируете свой урок через проектор и экран, всем деткам на всех партах это было хорошо видно. Но я лично не пользуюсь функцией Zoom, я пользуюсь функцией фокуса, который выделяет только одно упражнение на экран, тем самым позволяет не рассеивать внимание учеников, а сконцентрироваться на выполнении конкретной задачи. Очень удобно, на мой взгляд. И вся шкала инструментов, она у нас находится вот здесь, где вы можете по меню выбрать необходимый вам раздел учебника. Например, нажимаю на Unit 6, да, и опять же мне нужно вернуться, возвращаюсь через кнопочку Back. В каждом учебнике, в любом электронном учебнике у нас встроен онлайн-словарь электронный, где вы при необходимости можете впечатать интересующее вас слово, найти это слово на страничке учебника, либо посмотреть его значение в словаре. в словаре соответствующего уровня оксфордского, где вы получаете возможность прослушать его в двух вариантах British English and American English и посмотреть на статьи, которые сгруппированы, словарные статьи, которые сгруппированы по частоте употребления, а также найти различные идиомы, collocations, которые включают запрашиваемое слово. Zoom in, увеличение, zoom out, уменьшение, фокус я вам показала, также вы имеете возможность порисовать, используя один из 12 встроенных карандашей, выбираем цвет, подчеркиваем, стираем, все стираем при необходимости, или один из шести цветов хайлайтера, где хайлайтер будет отличаться от карандаша, конечно, интенсивностью цвета. кроме всего этого, при выполнении интерактивных заданий, нам очень важно всегда и проверить ученика, и при необходимости посмотреть правильные ответы. Соответственно, можно либо впечатать ответ, либо открыть его с использованием кнопки show ansys и затем очистить страничку. Также здесь может быть встроен множественный выбор, где необходимость в впечатывании отпадает, да, таким образом очень сильно у нас экономится время выполнения задания. Итак, здесь показываю, все впечатывать нужно, а вот сейчас покажу, где у нас есть возможность выбора, да, вот, посмотрите, можно выбрать, я сейчас это делаю рандомно абсолютно, мы можем проверить ответы, ну, вот, рандомность меня не спасла, очистить страничку, ну, и при необходимости посмотреть правильные ответы. Коллеги, на самом деле, про электронные учебники говорить можно очень много, здесь встроено аудио, и работая с аудио, мы имеем возможность не просто прослушивать необходимые записи, но и пользоваться скриптами в формате караоке, а также мы можем замедлять скорость воспроизведения, ускорять при необходимости, и записывать вариант ответа ученика через нажатие кнопочки запись, то же самое мы можем проделать с видео, и вопрос есть ли видео в СПТ, очень частый вопрос, видео есть, видео, все то, что ранее содержалось на DVD, но DVD и сейчас существует в принципе, все, что содержится на DVD, вы можете найти в электронном учебнике, а также в формате учебника для учителя СПТ, здесь также у нас встроены скрипты, а также упражнения before watching, while watching, after watching, посмотрите, сколько времени я экономлю, то есть, если бы у меня были диски, мне необходимо было бы до начала урока их подготовить, найти необходимый мне трек, распечатать задания, а электронный учебник не позволяет все это сделать без каких-то временных затрат нажатием одной кнопочки. Коллеги, как я уже и сказала, говорить очень много здесь можно, я вам предлагаю поступить проще, если у вас нет Oxford ID, зарегистрируйтесь и зайдите в свой личный кабинет, если же у вас есть Oxford ID, сразу заходите в свой личный кабинет, открывайте сэмпл-версию электронного учебника, изучайте все, что там есть, и затем возможно вы для себя примите решение приобретения электронного учебника, и таким образом сможете уже это использовать все на практике. Так, вопрос от Эльвира поступил, можно ли копировать фрагменты и вставлять в мира? Насколько я понимаю, мира это формат интерактивной доски, правильно я думаю, Эльвира? Так, что-то я у себя на экране застыла, почему-то картинка моя застыла, но я понимаю, что слышно. Смотрите, вы не можете копировать ничего из электронного учебника, но вы можете через свою доску демонстрировать все это вашим ученикам, потому что это облачная платформа, которая возможна доступ в эту платформу с любого абсолютно компьютера, будь то компьютер в школе, будь то компьютер дома, вы заходите со своего компьютера, который подключен к вашей интерактивной доске в свой личный кабинет и на своей платформе легко и удобно все это демонстрируйте. Коллеги, скажите, только у меня у одной картинка зависла или у вас тоже она висит? Напишите, пожалуйста, в чат, потому что у меня картинка не двигается на видео. Картинка зависла. Так, я тогда отключу камеру, раз картинка зависла, да, главное, чтобы меня было слышно. Если меня слышно, поставьте плюсик, если без записи, если без задержки идет, все, спасибо, я спокойна теперь. Итак, мы идем с вами дальше, если вопросов больше по электронному учебнику нет, мы двигаемся вперед. Еще разик напомню, что же, какие возможности в Classroom Presentation 2 есть. Вы можете прослушивать аудио, просматривать видео, быстро листать и выполнять навигацию по учебнику очень быстро, пользоваться всеми ресурсами ОМК, писать, рисовать, соединять, выполнять интерактивные упражнения, проверять, смотреть правильные ответы, пользоваться скриптами при необходимости и таким образом эффективно работать в любом режиме, будь то режим офлайн, будь то режим с использованием смешанного формата обучения или полностью дистанционного, а таким образом мотивируя своих учеников. А как вы мотивируете? Вы используете электронные ресурсы, которые близки нашим ученикам, которые уже сейчас общеизвестны, компьютер friendly, это позволяет им привычные свои девайсы использовать для обучения. Также виды деятельности у нас все время меняются, ученики не успевают уставать на уроке, поэтому таким образом все происходит очень быстро, интерактивно, вы успеваете много, и естественно ваши ученики с большим удовольствием приходят на такие занятия. Коллеги, мы про электронный учебник заканчиваем, но затем мы вернемся к остальным электронным ресурсам, а сейчас очень быстро пробежимся с вами по структуре учебника Solutions, и в первую очередь я хочу вам напомнить, структура учебника звучит как принцип one lesson, one focus, one page or two pages, где первый урок A, это две страницы презентации лексики, это один урок, второй урок B, первая презентация грамматики, третий урок C, работа с аудированием, четвертый урок D, вторая презентация грамматики, пятый урок E, работа со словообразованием, все это происходит у нас в формате экзамена, шестой урок F, две страницы работы с текстом, седьмой урок G, полностью посвящен говорению, и восьмой урок H, выполнение письменных заданий, кроме восьми уроков каждого юнита, а юнитов у нас с вами десять, один introduction юнит, который кратко повторяет все то, что вы учили с учениками в предыдущем уровне, и девять основных разделов, в конце учебника у нас есть culture bank, который содержит дополнительные задания по культуре страны изучаемого языка, то есть социокультурный компонент, коллеги, вот на самом деле, я очень часто сталкиваюсь с учениками, которые даже углубленно изучая английский язык в разных учебных заведениях, разных форматах, они не имеют никакой информации о стране изучаемого языка, кроме того, что London is the Capital, и то не знают Capital чего, Capital United Kingdom Great Britain или London, ответы, что Лондон это столица всего, и England, и Great Britain, и UK, им в голову не приходит, так вот, очень рекомендуем пользоваться встроенным банком, который содержит задания, которые представляют видео по культуре Великобритании и Америке, все это видео, как вы поняли уже, оно у нас находится в Classroom Presentation Tool и содержит задания для работы с видео, задания типа Pre-watching, While-watching, After-watching, когда вы откроете книгу для учителя, вы обязательно увидите, на каком этапе работы с разделом вы должны использовать это видео, этот урок из Culture Bank, потому что там не просто отвлеченный текст на самом деле находится, нет, там содержится информация, в которой уже есть и лексика, с которой вы работали в этом разделе, и грамматика, с которой вы работали, и вот эти упражнения, они и так и нацелены на одновременное развитие всех языковых навыков, включая и лексику, и грамматику, и говорение, и так далее. После каждого второго, после каждого второго раздела есть замечательный блок, который называется Exam Skills, и который отрабатывает формат экзамена, естественно, кембриджского экзамена, CatPet, FCE, но мы с вами прекрасно знаем, насколько они близки с форматом государственной итоговой аттестации, поэтому огромная рекомендация не пропускать эти странички, пользоваться этими заданиями, они, в принципе, достаточно интересные, разнообразные, чуть-чуть сложнее, чем то, чем они занимались на обычных уроках. И, кроме всего, в конце учебника находятся банки лексические, грамматические с практикой, а также страничка экстра speaking tasks с фотографиями, которые можно использовать для подготовки к говорению. планирование урока это также боль, скажем так, учителя, работающего по solutions. Почему? Потому что очень часто преподаватель, работающий по solutions, не соблюдает структуру, да, one lesson, one page, one focus, либо имеет количество часов в неделю меньше, чем предполагается для работы с этим УМК. Так вот, коллеги, рекомендации по раскладке учебника solutions в соответствии с классами средней школы следующие. Если мы используем его с шестого класса, учебник уровня elementary, то при трех часах в неделю вы берете его на полтора года. Если же у вас больше часов в неделю, пять и больше, тогда вы успеваете брать один уровень на один год. Но рекомендация именно полтора года, она, конечно, на мой взгляд, более практична, потому что учебники серьезные, там очень много материала, которые необходимо все время повторять и закреплять, и, соответственно, обратите внимание именно на этот принцип, где elementary это шестой до середины седьмого класса, при intermediate седьмой до конца восьмого, intermediate девятый до середины десятого, и upper intermediate прекрасно укладывается с середины десятого до конца одиннадцатого класса. Когда мы говорим о плане урока, нам очень важно не только прописывать для себя все этапы проведения урока, но и, конечно, определять цель урока, определять задачи урока, и вот не зря мы на этот слайд поместили первую страничку каждого раздела, в которых, во-первых, есть так называемый can do state, то есть фраза, которая позволяет определить цель урока, какова же цель урока, который представлен на слайде, на слайде I can describe landscapes, цель мы можем определить следующим образом, научить описывать пейзаж, юнит мэп позволяет нашим ученикам сориентировать студентов, позволяет нам, как учителям, сориентировать студентов, чем же они будут заниматься в течение этого раздела, а также содержит все странички с доп. ресурсами, которым необходимо будет обратиться в ходе работы с этим разделом. Сейчас мы перейдем с вами к подготовке к экзамену, еще разик напомню, мы говорим с вами об обоих типах экзамена, международный формат кембриджский и формат государственной итоговой аттестации. начиная говорить о том, что какой же уровень нам для какого экзамена подойдет, сразу же хочу сказать, что уровень при интермидиет, он в принципе достаточен для подготовки, успешной подготовки учеников к формату ОГЭ, а уровень интермидиет, он уже дает возможность эффективной подготовки и успешной сдачи экзамена ЕГЭ. Но, конечно, одного учебника недостаточно. Учителя, готовящие по нашим учебникам Солушенс к экзаменам государственной итоговой аттестации, конечно, в дополнение берут либо какие-то практические тесты для дриллинга к формату, либо используют сайт ФИПИ, что лично я делаю, потому что прекрасно все знаем, что все задания в ЕГЭ и в ОГЭ они, конечно, будут взяты с сайта ФИПИ. Напоминаю, что пять двустраничных уроков по подготовке к экзамену, которые называются exam skills trainer находятся в каждом уровне учебника, начиная с элементари после каждого второго раздела. и как я сказала ранее, каждый урок раздела содержит упражнения, которые мы можем встретить в экзамене, то есть учебник идет полностью в формате экзамена. И грамматика, и я очень быстро пробегусь по всем навыкам, и говорение, где вы видите, необходимо как раз сравнить картинки. Используйте для этого еще и банки, которые называются extra speaking tasks в конце каждого учебника. И чтение, где не просто нужно вслух прочитать, то есть отработать навык произношения фонетики, но прочитать текст именно для общего понимания и с целью поиска детальной информации выполнить при этом дополнительные упражнения. Замечательный урок WorldSkills, который позволяет познакомиться с правилами словообразования, что, конечно, очень важно любому учителю, который готовит к формату экзамена. Говорение, аудирование, аудирование очень много, оно есть не только в учебнике, оно есть и в рабочей тетради, и, соответственно, обязательно пользуйтесь этими заданиями, они разнообразные, они интересные, все пяти у вас есть скрипты, которые помогут снять сложности при аудировании, а также заканчивая разговор именно о подготовке к экзамену, хочу сказать, что все задания каждого урока плюс задания exam skills трейна, начиная с уровня elementary, снимают сложности у учеников в формате, сложности формата, уже начиная с шестого класса, потому что нет такого, что вот в девятом классе началась усиленная подготовка к экзамену, они начали делать то, чего они не делали никогда, конечно, нет, да, они это планомерно, спокойно делают, не спеша, не туда, начиная с самого первого уровня, знакомятся с форматом экзамена, конечно, в чем и ценность этого учебника. А мы переходим с вами к следующему ресурсу, коллеги, это студенческий веб-сайт, ссылочку мы сейчас вам пришлем, чтобы попасть на студенческий веб-сайт, или так называемый learning resources сайт, вам не нужна регистрация, вы заходите на него абсолютно одним нажатием, одним кликом на необходимую ссылку, ссылки я рекомендую вам запомнить, сохранить на компьютере, чтобы при необходимости всегда к ней обратиться, и на студенческом сайте, ссылочку я кидаю вам, на студенческом сайте вы можете найти дополнительную грамматику в формате экзамена, интерактивном формате, а также все аудирование, которое есть у нас в рабочей тетради, посмотрите, вот мои ссылочки в закладках компьютера находятся, и я сразу же нажимаю на ссылку solutions, и одним нажатием, одним кликом туда попадаю, и посмотрите, сколько здесь упражнений дополнительных по грамматике есть, очень много, да, видите, я ими все время пользуюсь, они обозначены грамматической темой, которая здесь тренируется, плюс все аудио рабочей тетради, и можно скачать список слов каждого раздела, я демонстрацию прекращаю и перехожу на следующий полезный слайд, да, это сайт для учителя teaches веб-сайт, и очень важно сразу же здесь сказать вам, что вы попадаете на учительский веб-сайт, опять же, с помощью вашего Oxford ID, Oxford ID это ваш электронный адрес и пароль, который вы придумали при регистрации, я очень жду, что мне сейчас пришлют ссылочку, чтобы вы ее не потеряли, а я показываю вам, что же у нас находится в Солюшнс веб-сайт, и так, полностью вся информация необходимая для начала работы с ОМК Солюшнс, материалы ресурсного диска, как говорила я вам, teaches book, до любого уровня, и teaches guides, сокращенная и полная версия учебников, книг для учителя, ответы к рабочим тетрадям всех уровней, и много-много другого, обратите внимание на существующие здесь и доступные к скачиванию Solutions Placement Test, который позволяет определить уровень вновь пришедших к вам учеников. Масса полезной информации, пользуйтесь, пожалуйста. Так, коллеги, а сейчас видно картинку? Если да, поставьте, пожалуйста, плюсик, а я высылаю вам ссылку на учительский сайт Solutions, пожалуйста, пользуйтесь, напоминаю, вы туда можете зайти только с использованием Oxford ID. Говоря о Solutions, мы с вами понимаем, что это не просто отдельно взятый учебник, но учебник, который организует непрерывное обучение в ходе всего обучения английскому языку, начиная с дошкольного возраста, заканчивая окончанием средней школы. И Solutions входит в традиционную линейку, которая обеспечивает углубленное изучение английского языка совместно с двумя другими ОМК, это МАКОВ, Family and Friends для начальной школы, и Solutions завершает эту линейку, взяв флаг, в свои руки, начиная с 6-го либо 7-го класса. Хочу, коллеги, представить вам нашу школу повышения квалификации, школу педагогического мастерства на платформе OxbridgeSchool.ru Сейчас я ссылочку вам пришлю. На платформе OxbridgeSchool.ru вы можете повысить свою профессиональную квалификацию, пройдя тренинги либо курсы повышения квалификации. Это очень удобно, потому что вы можете выбрать интересующий вас тренинг или курс в соответствии со своим запросом, а вы можете также пройти их в удобное для вас время без отрыва от образовательного процесса. У компании Relot есть лицензия государственная на реализацию дополнительных профессиональных программ, и за пройденные тренинги мы предоставляем сертификаты, а за курсы повышения квалификации удостоверения государственного образца. И говоря о курсах повышения квалификации, хочу представить вам свой курс, это онлайн курс, который так и называется онлайн от лоун, где на примере ОМК Солушенс третье издание мы с вами учимся организовывать дистанционные уроки, использовать электронные онлайн компоненты, учимся проводить занятия либо полностью дистанционно, либо применяя смешанное обучение. Группы очень маленькие, на курсе вас ждет четыре онлайн сессии, где вы познакомитесь и подробно научитесь работать со всеми онлайн компонентами, вы побудете учениками, затем будете учителями, будете выполнять домашние задания и по окончании недельного курса повышения квалификации вы будете уверенными пользователями дистанционного образования. Старт уже в феврале, заявку вы сможете прислать, получив информацию на сайте oxbridgeschool.ru ссылочку я вам сейчас пришлю, секундочку, вся программа обучения у нас вы сможете ее по ссылке получить, а также заполнить анкетку на этот дистанционный курс 22-часовой онлайн курс. А также кроме онлайн обучения большой популярностью у нас пользуются курсы повышения квалификации по подготовке к ЕГЭ а также к ОГЭ и ближайший поток запускается 1 марта здесь у нас будет ЕГЭ с учетом изменения формата их заданий пользуйтесь QR-кодом записывайтесь количество мест ограничено коллеги те кто с нами дошел до конца вебинара мы дарим скидку на приобретение любого количества учебников издательства Oxford в печатном формате в нашем интернет магазине shop.relot.ru ссылочку я тоже сейчас пришлю вам вы можете сами воспользоваться этой скидкой вы можете поделиться ею с коллегами дать ее своим ученикам 20% по этому коду до 1 марта 2022 года я хочу напомнить вам об акции учительский комплект и сразу же расскажу как же вы можете получить Classroom Presentation Tool бесплатно воспользуйтесь акцией учительский комплект и до 28 февраля разместите свой заказ а если вы никогда не делали заказы от 10 комплектов здесь у нас есть электронная почта books собакарелот.ру или вы можете воспользоваться предложениями наших дистрибьюторов официальных и у них заказать так вот при покупке 10 комплектов учебников которые входят в предложение ну естественно Solutions входит в это предложение вы можете получить либо на выбор один печатный комплект учебников Students Book Workbook и Teachers Book либо CPT Classroom Presentation Tool с ограничением срока действия на 2 года очень хорошее предложение я рекомендую именно обратить внимание на CPT вы получите бесплатный код хотим напомнить что Relot это эксклюзивный дистрибьютор образователь эксклюзивный дистрибьютор издательства Oxford University Press не экономьте на здоровье и качестве покупайте книги только у официальных дистрибьюторов либо в компании Relot мы активны в соцсетях присоединяйтесь к нашим группам мы есть везде у компании Relot есть свой канал в YouTube где вы сможете посмотреть все наши вебинары в записи коллеги на этом мы заканчиваем с вами если у вас возникли или возникнут позже вопросы пишите мне их на мой электронный адрес благодарю вас за внимание ну вот прецедент отсутствия картинки впервые на моем вебинаре возник думаю что это не мой компьютер это что-то видимо с платформой а желаю вам прекрасного окончания рабочего дня рабочей недели чудесного настроения и до встречи на следующих вебинарах до свидания до встречи